Полторы тысячи участков в микрорайоне Солнечный-2 ждут новых владельцев. Десять соток земли предоставят очередникам бесплатно. За счет государства уже подвели коммуникации. Это электроэнергия, вода, а также проложили дорогу. Проинспектировать реализацию крупного проекта приехали Акимобласти и общественники. 105 километров линии электроснабжения, 54 подстанции поставили, 72 километра сетей водоснабжения и 78 километров дорог только здесь сделаны. Самое главное, что людям теперь есть возможность самим построить себе дом. Проект начался в 2018 году. На этом пустыре появится стильный пригородный микрорайон. Все дома будут в едином архитектурном стиле. Горской Акимат разработал 25 дизайнерских проектов на любой вкус и кошелек. Здесь и одноэтажные, в европейском стиле, с пристройками и гаражом. И вот такие роскошные коттеджи. Все эскизы пройдут согласование с депутатами общественностью. Сейчас в очереди за 10 сотками в Петропавловске стоит 16,5 тысяч горожан. Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право получить бесплатно, безвозмездно государство 10 соток земли для строительства, и неравнение жилищного строительства. Поэтому данный проект предусматривает именно безвозмездную передачу для строительства. Но строить дома жители будут за свой счет. Бесплатные коммуникации и сами участки. Конечно, это большая возможность людям, которые хотят иметь частный дом. Тем более участки предоставляются бесплатно. Сейчас земля очень дорогая. Я считаю, что это прекрасная возможность построить свой дом. Спрашивают жители и общественники о школе в микрорайоне Солнечный-2. Она здесь необходима, говорят горожане. Школа будет заверила Кимобласти. Скоро приступят к разработке проекта. Получить участок с коммуникациями и построить свой дом. Такая возможность будет и в микрорайоне Южный. Количество участков 973. Построено у нас 25,9 километров сетей водоснабжения, 31,18 автодорог. В следующем году мы продолжим прокладку сетей уже электроснабжения для того, чтобы в дальнейшем производить передачу земельных участков. Точно так же. Итого будет чуть более 3000 участков выдано нашим очередникам. У получивших участок будет три года, чтобы начать строительство. Если за это время на земле вырастет только сорняк, участок изымут обратно. Будут следить и за процедурой выдачи участков. Все должно быть честно и прозрачно. Будет создана комиссия, куда будут включены депутаты городского маслехата, общественники, члены общественного совета, журналисты, блогеры, неравнодушные граждане. Всех прошу включиться в эту работу для того, чтобы смотреть, как и кому будут выдаваться данные земельные участки. Строить новые дома будут и на селе. В следующем году активно заработает программа для сельхозпроизводителей. Аграрии будут за свой счет возводить дома для своих работников. После государство возместит половину затрат. Агирим Хамзин, Александр Янцин, МТРК.